Приветствую вас, как и сказал мой коллега, совершенно правильно сказал мой коллега, на мой взгляд. Может быть другая, или другой быть, или не другой. Разница для вас не особо большая к тому, что если вы своего мужа любите, то действовать нужно вне зависимости от того, что там сейчас у него идёт. Вообще, примечательно, что вы не задаёте никакого вопроса вообще. То есть, ну, как такового вопроса вы не задаёте сами. Примечательно, что вы просто как бы описываете ситуацию, рассказывая нам о ней. Но, описывая ситуацию, вы не говорите о том, чего бы вы хотели от нас, от психологов. То есть, чего бы вы желали, как бы вы желали, чтобы мы вам поманили. То есть, например, погадать, есть ли у вашего мужа любовница или нет у вашего мужа любовницы. Это могут эзотерики. Мы такими вещами не занимаемся. То есть, тут вам нужно обратиться исключительно в раздел эзотерики. Сама погадарна. С точки зрения психологии, нужно анализировать, с какого момента подобное поведение начало быть доминирующим у вашего мужа. Почему оно стало доминирующим у вашего мужа? Вот это вот мне кажется куда более важным и значимым, чем то, что вы думаете, есть у него любовница или нет. То есть, вместо того, чтобы думать об этом, хотя и безусловно я понимаю, что вас это привозит, беспокоит, что вы не можете об этом не думать. Но если вы любите своего мужа, то нужно постараться понять, отчего человек пожелал от вас отдалиться. Почему мужчина вдруг решил более отстраненно себя с вами вести? Какие события происходили с вами в этот вот момент, в это время? Какие события, какие, может быть, какие-то проблемы у вас имели место быть? Понимаете? Какие-то, ну, недомовки, недоговоренности, какие-то конфликты, какие-то сложности. Понимаете, вот эта вся история, а ее желательно проанализировать, выявить ключевые моменты, ключевые аспекты, и постараться с мужем вести себя так, чтобы он увидел, что то, что ему неприятно, или то, что ему хочется, то, что для него важно, то, что ему дорого, важно и вам. И это может ваше отношение поменять, это может сделать ваше отношение более близкими, более теплыми, более такими развивающимися. И даже если у мужчины и есть кто-то, то он не захочет больше взаимодействовать с этим человеком, потому что вы будете давать ему все необходимое, все, что ему нужно. Вы знаете, какой он мужчина, да, ну, скорее всего, вы это знаете. Вы знаете также, какая женщина, какая модель женского поведения его привлекает. Вы знаете, что ему интересно, вы знаете, что доставляет мужчине интерес, вы знаете, что, ну, может возбуждать человека и так далее. Все это вы знаете, и я полагаю, что вы легко сможете стать для него той женщиной, которая вновь даст ему возможность почувствовать себя мужчиной. Для этого нужно просто вспомнить, чего хочет ваш муж. Потому что даже если, даже если он хочет сейчас, ну, кого-нибудь встретить, даже если он хочет с кем-нибудь начать встречаться, да, даже если так. То в случае, если вы поменяете свое поведение, ну, по отношению к мужу, у него пропадет надобность это делать, у него пропадет желание это делать. Потому что взаимодействие с другим партнером, в вашем случае с другой женщиной, для мужчины, ну, навряд ли менее драматично, чем, например, для вас узнать, что у него кто-то есть. Поэтому не стоит думать, что он, во-первых, легко вам изменит, да, не стоит так думать. То есть это ошибка, это, так сказать, заведомо недоверие, заведомо недоверительное поведение к мужу, который вас пока ни в чем не обманывал. Или обманывал, но тогда следует рассмотреть более предметно ваши отношения. Вот. То есть мужу лучше доверять, вести себя с ним так, как будто у него сейчас какие-то проблемы, и подумать, что вы реально можете сделать для того, чтобы этих проблем не было, и постараться приложить все усилия. Если вы стараетесь и видите, что муж по-прежнему не реагирует, если муж по-прежнему ведет себя так, то вы имеете полное право поднять эту тему, поднять этот вопрос и скажите у него, дорогой, что происходит, почему ты так себя ведешь холодно со мной, может быть я тебя чем-то обидел или что-то в этом роде. Опять же, нужно понимать, что вы можете его обидеть, вы могли его обидеть, но в этом нет ничего аномального, потому что все мы люди и все мы можем ошибаться. Поэтому ошибка сама по себе не является чем-то плохим, именно ошибка сама по себе. Но человек либо принимает то, что вы можете ошибиться, хотя бы в теории, либо нет. И если он принимает это, то отсюда вытекает прямо, что он вас любит и ценит и может быть все. Просто потерялся, заработал сам, такой бываешь. Если не готов принять, значит не хочет. И если не хочет, то это его выбор. Вне зависимости от того, что за этим выбором стоит и что за этим выбором следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.